Три новых ведённых перинатальных центра предусматривают наличие педагогенотического отделения. То есть женщины у нас приходят не только рожать, но также они у нас и наблюдаются до рода. Планируют беременность, потому что только у запланированной здоровой пары родится нормальный здоровый дед. Это Маша. Так врачи в шутку называют специальный манекен в учебно-ассимуляционном центре, на котором Владимиру Путину показали, как медики с помощью современных технологий реанимируют новорождённых и сопровождают роды. У нас есть вот такая девушка, которая стимулирует роды, причём от всех её проявлений. Зовут её Маша. Рожайте на ней обновенно. В центре телемедицины президент увидел, как врачи связываются с коллегами из других аналогичных учреждений. Благодаря видеосвязи они могут провести дистанционный консилиум. Сколько человек вы консультируете вот здесь, в этом перинатальном центре, благодаря вот этой связи современной? Ну, у нас появилась возможность консультации наших пациентов, никуда не выезжая, в день около 5-6. То есть это беременности, заслуживающие особого внимания, то есть беременности, как у нас звучит, высокого риска. Пообщался президент и с пациентками центра, и с членами их семей. Пожелал молодым родителям всего наилучшего. На память губернатор Андрей Воробьёв вручил Владимиру Путину альбом и напомнил о встрече в 2013 году. Тогда президент поддержал область в строительстве перинатальных центров. Здесь все врачи и мамы, которые рожали, написали вам слова, что мы можем вам подарить. Только вот такой альбом и то, что они чувствовали, когда рожали в этих перинатальных центрах. То, что они чувствовали. Вряд ли они вам не спишут. Ну, в общем, слова благодарности. Спасибо. Вам спасибо большое. Коломенский центр открылся в октябре. За это время здесь на свет появились 856 младенцев. Родильные залы обставлены новейшей техникой. К тому же есть возможность проводить партнерские роды. Это когда мужчина в каком-то смысле тоже принимает участие. Но важнее всего в новом перинатальном центре отделение, где выхаживают самых сложных малышей, родившихся значительно раньше срока. Роженицам и младенцам могут оказывать высокотехнологичную помощь. Хирурги готовы прооперировать фактически любой врожденный порог. В центрах есть и специалисты по лечению бесплодия. Наш маммограф, причем он отечественный, и что для нас немаловажно, пускается у нас в московской области. Совершенно не уступая с импортным аналогам, а по цене он несколько раз меньше. Благодаря тому, что он цифровой, мы в день можем проводить 26-28 лет. Но при необходимости мы его загружаем в отрока. Центр такого уровня уже пятый в московской области. Подобных учреждений в таком количестве больше нет ни в одном из регионов России. Такие открылись в Нарафаминске, Щелкове, Раменском, Сергеевом посаде. Если раньше 10 тысяч женщин уезжали рожать в другие города, то сейчас, наоборот, все больше беременных приезжают рожать именно в Подмосковье. Палаты двухместные с телевизором, кондиционером и беспроводным интернетом. Врача можно вызвать нажатием одной кнопки. И медик приходит в считанные секунды. За три года Московская область сократила уровень младенческой смертности втрое. Сейчас в Московской области показатель младенческой смертности такой же, как в лучших европейских странах. Составляет 3,9, 3,8 на тысячу родившихся живыми. Этот показатель еще в 2000 году был 15 на тысячу. Значит, материнская смертность сейчас 4,9. Почти 40 был в 2000 году. То есть это снижение кратное. Особая гордость, что 50% техники и в обыкновенных палатах, и в реанимациях, и в операционных российского производства. В подмосковных центрах материнства и детства собрана уникальная команда. Дополнительно привлекли лучших специалистов из более чем 20 регионов России. Это и неонатологи, и анестезиологи, и реаниматологи, и акушеры-гинекологи. В каждом перинатальном центре работает более 500 человек, причем 200 из них врачебный персонал. А по оснащенности этот коломенский центр в тройке лучших в России. Алла Гранкина, Жанна Романова, Новости 360.